Быстрее, выше, сильнее. Фестиваль «Готов к труду и обороне» состоялся на днях в спорткомплексе Подмосковья. ГТО – это основа физического воспитания населения. Она нацелена на развитие массового спорта в стране. Принять участие в спортивном мероприятии может любой желающий в возрасте от 6 лет и старше. Сдача нормативов является добровольной и доступна всем гражданам, независимо от профессии, возраста и пола. В городском округе Щелково желающих попробовать свои силы в состязании оказалось немало. Всего спортивное соревнование собрало на площадке около 15 команд. Сегодня у нас принимают участие команды всех наших учреждений от Фрианово до Монина, от Медвежьих озер до Трубино, Гребнево. Все наши городские учреждения, спортивные школы, ледовая арена, физкультурно-оздоровительный комплекс на Воронке. Фестиваль включал в себя основные дисциплины. Потягивания на высокой и низкой перекладинах, сгибания и разгибания рук в упоре лежа, рывок гирей весом 16 килограмм и многое другое. Но сначала для разминки команды приняли участие в более простых, но от этого не менее увлекательных испытаниях. Спортсменам предстояло пробежать дистанцию 100 метров, коллективно перепрыгнуть через скакалку, поиграть во всем известную дженгу, метнуть снаряд в цель. «Пролезьте всей команде через обруч, не разрывая рук. Тем самым мы думаем, что команда разомнутся, и не так будет это скучно, потому что мы уже много раз выполняли нормы». Спортсмены уверены, сдать нормы ГТО необходимо каждому человеку. Так ты проверяешь свою силу и выносливость, да и просто проводишь время с пользой. «Я думаю, что спорт – это жизнь, и так как мы сотрудники спортивной организации, хотели показать, что все в форме и поддержать нашу молодежь». На мероприятии наградили спортсменов городского округа Щелково, которые ранее уже завоевали золотой знак ГТО. Из-за пандемии награды владельцам удалось передать только сейчас. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.